Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Я рада вас всех-всех приветствовать на своем канале. Давно я не снимала видео, и поводом сегодняшнего видео послужила эстафета, которую проводят цветочные блогеры. И буквально на днях мне написала Дина, канал у нее называется «Минутка вдохновения», где действительно можно вдохновиться выращиванием растений, цветов. Дина с огромной любовью рассказывает про свое увлечение, про свое хобби. И следом же мне написали с другого канала, тоже передали эстафету. Канал называется «Цветочная фея Екатерина». Автора канала зовут, как и меня, тоже Екатерина. На этом канале очень дружелюбная, очень спокойная обстановка. Екатерина рассказывает про свои многочисленные растения. И сама эстафета состоит из несколько частей, из двух частей, можно сказать. Я так ее разделила. В первой части нужно ответить на несколько вопросов, и во второй части передать эту эстафету следующим трем каналам. Название этих каналов я укажу в конце этого видео. Будем по порядку. Сначала отвечаю на вопросы. И первый вопрос звучит так. Нужно рассказать немного о себе, либо и о семье по желанию. Меня зовут Екатерина, я живу в городе Кириши. Это Ленинградская область. Живу я здесь с 2005 года. До 2005 года я жила в сельской местности, в деревне я родилась, которая находится в Тверской области. И, конечно же, как любой сельский житель, я росла и видела все это растеневодство, цветоводство, скотоводство, овощеводство. И с детства я любила выращивать растения. У меня был собственный подоконник в моей комнате. Но, к сожалению, он был северного направления. Он еще был затенен растущими деревьями перед окном. Я выращивала растения в различных емкостях, с подручных материалов, так сказать. Это были различные баночки, кастрюльки, даже без дренажных отверстий. Грунт у меня был с огорода, он был достаточно такой тяжелый. Ну, естественно, никакой речи о каких-то разрыхлителях не было. Но в таких вот спартанских условиях растения как-то выживали и росли. Я выращивала классические на тот момент растения, которые были самые такие распространенные. Это традисканции, гибискус махровый. Очень хорошо помню. Бегония была, герань, декабрист. И также я еще любила выращивать из косточек. Это апельсин, мандарин, лимон. И у меня была огромная надежда, что он когда-нибудь заплодоносит у меня дома. Но потом так сложились обстоятельства жизни, что я переехала из сельской местности. И потом не стало с 2005 года ни до каких-то растений, ни до цветочков. У меня жизнь кардинально изменилась. Но если считать вот с этого момента, с сегодняшнего дня, примерно 11 лет назад, мне передали несколько растений. Мои знакомые, они уезжали с нашего города и, так сказать, отдали растения, чтобы я за ними ухаживала, дабы жалко выкинуть. Я, конечно же, их приняла. Сначала даже не знала, что там мне такое за растение передали. Помню, интересное. По-моему, это был спотифилум. Я не знала его названия, знала народное название «Женское счастье». Я стала читать в интернете, заходила периодически в различные цветочные группы. Это ВКонтакте и Одноклассники раньше были. Я видела, что цветочный мир, он очень разнообразен. Очень разнообразен. Различные направления в цветоводстве, растеневодстве. Затем у меня был такой момент, что я даже спасала как-то парочку растений прямо с мусорки. Кто-то выбросил, мне стало жалко. Это были фикусы, я их тоже взяла себе. Ну и постепенно прониклась снова вот этим цветоводством, растеневодством, изучением. Была влюблена в одно растение, которое называется мир. Скорее всего, вы все знаете это растение. Я очень часто показываю подобные растения. И вот плавненько переходим ко второму вопросу. Это направление. Направление. Второй вопрос. Я выращиваю в основном растения из семейства миртовые. Это огромное семейство. И плодовые, и декоративные. Также я очень люблю папоротники. У меня имеется небольшая коллекция. Я люблю, на мой взгляд, какие-то интересные такие экземпляры. Вот здесь они немножечко виднеются, папоротники. У меня они растут на стеллаже, но есть некоторые, которые растут под весном кашпо, над подоконником. Я тоже их показываю, как они растут, как развиваются, и делюсь своим опытом выращивания. Переходим к третьему вопросу. Он называется секрет успеха или развеять миф? Ну, на этот вопрос я отвечу тоже как-то по-своему, как я его понимаю. На самом деле секретов у меня нет. Я придерживаюсь самого такого базового правила, которое, я считаю, необходимо соблюдать для успешного выращивания в комнатных условиях. Это такой самый простой, главный принцип. Солнце и вода, наши верные друзья. Для успешного выращивания в комнатных условиях необходимо обязательно в зимний период обеспечить хорошим освещением растения. Я живу в том регионе, где солнышко бывает очень редко осенью и зимой. И поэтому для подобных растений, которые я выращиваю, обязательно нужно досвечивать в зимний период. И второе правило, конечно же, это правильный, своевременный полив. Даже если мы посадим растение в самый крутой горшок, в дорогую землю, и поставим этот горшок в глубину комнаты, либо рядом с подоконником, где еще имеется радиатор отопления, то растение, конечно же, будет страдать. И зимний период, перезимовать будет этому растению очень тяжело. И что касаемо мифа, вторая часть вопроса, это развеять какой-то миф, то первое, что мне пришло в голову, и это не миф, а я бы назвала как критическое какое-то суждение по поводу рекомендаций опять того же полива. Например, мы находим какую-то статью в интернете, где находим правила полива, поливаем какое-то растение, про которое мы читаем, два раза в неделю. Я считаю, что это в корне неправильно, поскольку растения у всех разные, горшки у всех разные, грунт опять же у всех разный, влагоемкость этого грунта у всех разная, условия окружающей среды этого растения разные, у всех температура разная, влажность. Даже если мы выращиваем в квартирных условиях, все равно у нас вот этот микроклимат, климат в квартире, в комнате, на подоконнике у всех разный. В плане полива ориентироваться на свои руки, то есть мы обязательно трогаем субстрат, смотрим глазами, я даже очень часто приподнимаю горшочек немножко, то есть и потом уже даже интуитивно мы научимся поливать, следовать рекомендациям, к примеру, поливать два раза в неделю и не трогать грунт, не ощущать его. Мы можем либо залить растение, либо засушить, поэтому всегда смотрим грунт, трогаем его, не боимся трогать грунт. И, пожалуй, я буду переходить ко второй части эстафеты, солнышко уже садится. У нас, как ни странно, но сегодня такой ясный денек был, поэтому давайте уже будем передавать эстафету следующим каналом. Я сейчас назову три канала, цветочные каналы, которые бы я хотела бы порекомендовать вам и отметить. И первый называется канал, называется Фернариум, автора канала зовут Маша. У Маши очень интересные, очень редкие папоротники. Кому интересны подобные растения, обязательно заглядывайте. У нее немного сейчас, в настоящий момент, видео, но я очень надеюсь, что она продолжит эту деятельность и будет нам показывать свои успехи в выращивании этих замечательных папоротников. Второй канал, который я хотела бы порекомендовать, отметить и направить свою эстафету, называется канал Экзоты на автополиве. Автора канала зовут Дмитрий. У Дмитрия очень интересный способ полива. У него очень много различных цитрусов и других экзотических плодовых растений, поэтому обязательно тоже заглядывайте. И третий канал, я бы хотела порекомендовать и направить свою эстафету, называется Куртинка. Куртинка. Автора канала зовут Виктория. Виктория проживает, живет тоже в городе Кириши. У нее очень удивительный, огромный мир суккулентов. Коллекция очень красивая, шикарная. У нее и бегонии, и различные растения. Обязательно тоже переходите и смотрите, выбирайте тот канал, который вам по душе, который вам подходит, подходит по вашему направлению и подходит для вашего настроения. Я очень надеюсь, что мой рассказ не был таким затяжным и нутным. И я, как всегда, всем желаю только мира и только добра. До следующего видео, мои дорогие друзья и гости канала. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!